Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья, вы просили меня заснять в Калгари. Я, в общем-то, в Калгари сейчас и направляюсь. Вот такой вот, кстати, Катерпиллер везут. Нормальный такой. Направляемся мы с вами в Калгари. В этом городе я, в принципе, в общем-то, в самом городе я ни разу не был. Проезжал я мимо, так, по касательной, но ни разу не заезжал. Поэтому не имею никакого пока месть представления, насколько хорош или нехорош этот город. Но это сегодня мы с вами узнаем. У меня будет в Калгари две разгрузки. Я уже одну сделал сегодня. У меня их три. Одну сделал и еще две в самом Калгари. Теперь я возвращаюсь назад в город. У меня будет две разгрузки. То есть, соответственно, я как-то там по городу проеду. И я буду... Скорее всего, я буду проводить весь этот день именно в Калгари. Еще неизвестно, куда я поеду за грузом для того, чтобы вернуться назад в Монреаль. Поэтому думаю, что у меня получится нормально показать вам этот город. Конечно, вряд ли пойду я по музеям, но тем не менее. Позвонили мне. Только что сказали, что основной груз они очень ждут. Уже час там стоит какой-то погрузчик, который ждет этот груз. Поэтому попросили сначала отвезти второй, ну то есть основной груз. А потом уже эти камни. Поэтому еду на основной груз. С левой стороны, вот там вот вы видите, там вот есть крыша. Написано Bass Pro Shops. Ни разу я не заходил в этот магазин, но я слышал, что это шикарный магазин для рыбалки. Возможно, там и охота. Ну, не знаю, вообще там для рыбалки шикарно. Но я не рыбак. То есть, я люблю подводную охоту. Кто на моем канале давно, вы, наверное, видели, как в прошлом году я подстрелил такую здоровенную щуку на, по-моему, метр двадцать. Длина, по-моему. В общем, можно увидеть это на втором канале, который сейчас я его не веду. Канал называется Husky Blogger. Возможно, я с этого канала все видео перекину, да, скорее всего, уже не сюда, на YouTube, а скорее всего, я это уже буду перекидывать на Яндекс.Зелла. Так как YouTube в России, насколько я знаю, какое-то ближайшее время должен закрыться. Поэтому подписывайтесь на мой канал Яндекс.Зелла. Он уже создан. Найти его легко. Так же точно, как и везде вы пишите blogger.bn. И есть на этом YouTube-канале, там есть тоже и в описании, и в шапке самого канала есть ссылка. Поэтому вы можете нажать и перейти напрямую, либо просто написать по-русски в поиске blogger.bn в Яндекс.Зелле, и вы найдете мой канал. Так что, думаю, что в какое-то вот самое ближайшее время. По причине того, что в России YouTube работать не будет, я полностью перейду туда. И думаю, что туда я загружу и те видео, которые... Их довольно много, которые я делал на втором канале. Такой развлекательный. Мой основной был с очень таким политическим уклоном. Сейчас политического уклона нет, поэтому, я думаю, можно эти каналы два объединить. Кто не видел, у вас будет возможность посмотреть, что я там снимал раньше. Съемки там классные. Кто нетерпеливый, можете посмотреть сейчас на YouTube, пока YouTube у вас еще работает. Хаски-блогер. Канал называется. И... Ладно. В общем, мы уже в Калгари. Едем пока по окружной. Ну, я не знаю, окружная. В общем, рядом. По касательной едем. Через... До места мне 25 километров. Через 17 уже километров мы будем съезжать с хайвея. Я не знаю, как там будет. Проедем ли мы через город или нет. Но на данный момент я вам хотя бы покажу дороги вокруг... Вокруг Калгари. Вон там уже какие-то дома я наблюдаю. Дороги вокруг Калгари. Для того, чтобы создалось какое-то впечатление об этом городе. Голубь-самоубийца. Чуть мы его не сбили. Так, рядом с Калгари, скажу вам честно. А я всегда стараюсь вам говорить то, что у меня на душе. И как я считаю. Скажу вам честно, так вроде ничего. Симпатичненько. Очень даже симпатичненько. Ну, там я вижу дома, деревья. Наверное, Калгари довольно зеленый город. И он на холмах каких-то таких. Правда, я пока не вижу... А, центр вижу. Центр я вижу. Центр вот у меня передо мной прямо. Центр я вижу. Но частные дома и деревья... Мне это очень нравится. Чем больше зелени, тем лучше. Судя по всему, это елки, потому что они зеленые. А сейчас еще листвы на деревьях нет. Так что елки это хорошо. И вот уже вашему взору открываются небоскребы центра. Меня обгоняет справа трак. Там написано... No farmers, no food. Не будет фермеров, не будет еды. Это очень правильный лозунг. Наверное, это какой-то фермерский трак. Что-то они, наверное, возят какую-то свою фермерскую продукцию. Может быть, у фермеров там один, два, три трака. Ну, в зависимости. А может, это и не фермерский трак. Может быть, просто человек наклеил у себя лозунг, который абсолютно каждый здравомышлящий человек не может с этим не согласиться. Так же точно, как и в России. Если хотите, чтобы страна процветала, то нужно и сельскому хозяйству, животноводству, молочной промышленности уделять внимание. Вон здесь есть iFly с левой стороны. Я как-то в Монреале с детьми ходил. Только у нас как-то чуть побольше он этот. Это здание прям совсем побольше. Тут маленькое. Вот. Что это такое iFly? Это классная штука. Это имитация свободного падения. Там такая труба. И снизу дует такой сильный поток ветра. Они могут регулировать силу этого потока. Ну и ты в этой трубе летаешь, как будто ты выпрыгнул с парашютом. И пока еще без парашюта летишь в свободном падении. Вещь классная. Мне понравилась. Вещь дорогая. Но, по-моему, уже лучше чуток доплатить и прыгнуть реально. Я, кстати, прыгал. У меня есть пока один прыжок с парашютом. Минута затяжного полета. И потом открывается парашют, и ты приземляешься. Я всю жизнь мечтал испытать это чувство. Вот я, наверное, года три назад я прыгнул. Мне безумно понравилось. Но это тоже очень дорогое удовольствие. Я не помню. По-моему, уже действительно года три прошло. Ну, где-то, наверное, в районе 350-400 долларов. То есть, я такой, что я прыгал бы по 10 раз в день. Но цена кусается, поэтому хотя бы раз я прыгнул. Ну, надеюсь, может быть, с друзьями прыгну еще раз. Кто его знает, может быть, даже этим летом. Посмотрим, как пойдут финансовые дела. Если будет финансы позволять, прыгну. Есть ли кто-то у меня на канале, кто прыгал с парашютом? Ну, может быть, в армии кто-то в ВДВ служил. Напишите. И напишите мне интересно, какие у вас были ощущения. Был ли у вас чувство страха? Вот когда вы сидели в самолете, открылась дверь, и вам надо было прыгать. Было ли у вас чувство страха? Вот у меня, честно, есть видео. Я сказал, есть видео. Где-то очень давно на канале, там где-то фиг знает где. Но видео есть. Где я прыгаю, меня спрашивают, если я боюсь. У меня абсолютно никакого страха у меня не было. У меня всегда преобладает интерес, преобладает чувство страха. Поэтому я реально, я бы прыгал бы хоть 10 раз в день. Мне нравится это все дело. И погружение с аквалангом тоже мне нравится. Я как-то вам говорил, я примерно лет этак... Да, лет этак 15 назад. Да, 15 лет назад. Мы 15 лет назад приехали в Канаду. Мы приехали в апреле. Нет. Нет, не в апреле. Мы приехали в конце марта. Вот. И где-то, 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 где-то в августе, может быть в июле, мы ездили на Кубу. И я там погружался на 32 метра. С аквалангом красота. Поэтому я такого рода экстремал. Такого рода вещи я очень люблю. Так, ну через 4,5, даже 4,4 километра мы съезжаем с шоссе. Как я сказал, шоссе очень даже приличное. Как-то, где-то мне напоминает шоссе в Монреале. 40-ое шоссе или в Торонто. Но в Торонто пошире. В Торонто пошире. Ну, в общем, у меня такое, знаете, ощущение, вот что-то такое вот знакомое, довольно знакомое. То есть в Эдмонтон, когда я ездил, Виннипек, Риджайна. Ты там видишь, что там совсем как-то так не так, непривычно. А здесь глаз мне не режет. Ощущение, как будто вот, ну вот это вот, я к этому привык. Так, так, через 3 километра мы съезжаем. Ладно, давайте я уже начну снимать в самом городе. Вот я съехал с шоссе. Надо повернуть налево. Но, мне кажется, все-таки это... Ну, GPS пишет Calgary. Ну, наверное, это, судя по всему, конечно, далековато от центра. Ну, ничего, все покажем. И далековато от центра, и близко от центра. Все покажем. Успели мы проскочить. В наглую, но успели. Домики. Школьные автобусы. Вот мне интересно, почему никто никогда кардинально не меняет дизайн этих школьных автобусов. То есть, они... Они вот, я не знаю, десятками лет они не меняются. Почему бы не поменять? Сделать что-нибудь такое более интересное. Там окна открываются, знаете, как... Как в России в, не знаю, там... В военное время так окна опускаются вниз. Просто такая деревянная рама опускается вниз, потом вверх. Для того, чтобы там что-то держало, там надо такую штуковину... Чтобы опустить, надо приподнять окно, эту штуковину убрать. Тогда оно опускается. Потом поднимаешь окно, эту деревянную штуковину опять. Там планка такая. Назад. И тогда на эту планку окно садится. Я не знаю. Дети говорили, там и дует зимой. В общем, непонятно. Ладно. Так, ладно. Это ближе... Больше похоже на промзону. Вот какой-то джанк-ярд с левой стороны машины. Старые битые машины на запчасти. Джанк-ярдов вообще очень много. И в Канаде, и в США. Так, что там можно купить какие-то запчасти. В общем, для... Для бедных. Я тоже буду покупать свой бензобак. Бэушный. Значит, я тоже бедный. Я разгрузился. Груз меня пока еще не нашли. Кое-что мне предложили. Но меня не устроила цена. Сказал, ищите другое. Пока есть время, я решил проехать... То есть, вернее, не проехать, а съездить... Туда, где ремонтируют трейлеры. Потому что надо поменять подушку под подвески. Там есть небольшая дырочка. Вот. За это не я плачу. За это платит тот, у кого я арендую этот трейлер. Ну, и пока проеду по городу. Хоть что-то вам покажем. Пока, как я сказал, мне вполне даже очень нравится. Я, честно, приятно удивлен. Я как-то так уже думал. В Калгари. Где-то примерно точная копия Эдмонтона. Но нет. Нет. Тут как-то более приятно. Тут как-то более приятно. Так что... Если что, я бы здесь бы жил. Я помню, когда юным еще был, я любил играть в компьютерные игры. И очень любил... Вообще, я очень люблю хоккей. Вот. Я играл... Компьютерная игра есть. NHL, NHL. Я играл в хоккей там. Я всегда выбирал... Вот живу в Монреале. Но это сейчас я живу. Тогда-то я в Монреале не жил. Вот. Тогда я еще в Израиле был. Жил. Я всегда выбирал... Хоккейную компанию... Команду... Господи, язык заплетается. Хоккейную команду... Калгари Флеймс. Что-то мне нравилось. Калгари Флеймс. Там был... Вратарь хороший. Кипрусов. Я всегда выбирал эту команду. Я всегда ими играл. Потом, когда... Приехал в Канаду и в Монреаль... Ну, естественно, я начал... Болеть за Монреаль Канадинцы. Сейчас, если трейлер сделают мне... Надо, конечно, посмотреть. Надо будет попробовать заехать... В центр города. Не знаю. В Монреале у меня это получалось. В Нью-Йорке у меня это получалось. В Вашингтоне получалось. В американских любых городах получалось. Получалось... В Риджине... Я... Хотел тоже проехать. Но там прямо был... Было для траков закрыто. Мне пришлось повернуть налево. Не знаю, если получится здесь. Но я попробую. Немножко покатаюсь. В принципе... В американских и канадских городах... Не запрещено. Я в Оттаве мимо парламента проезжал. Это я не имею в виду то, что я там в этом конвое стоял. Я имею в виду, что я там всегда проезжал, когда... Так, ну давайте, ё-моё, пропустите дядю Богдана. Я имею в виду, что я там всегда много лет я проезжал. Прямо возле парламента. Не, не запрещается. Я, правда, не удивлюсь, если после конвоя Свободы они там поставят знаки, что тракам нельзя. Может, там уже у Трудо... Какая-то оскомина на вид траков. Его раздражает. Он по ночам плохо спит, может, до сих пор. А вообще, честно говоря, меня удивляет, как вот этот скот может чё-то там за какие-то другие страны говорить. Кстати, интересно, чё там во Франции. Наверное, опять мокрого выбрали. Я ещё не следил, но думаю, опять мокрон. И я вас уверяю, там никто не решает. Так же, как и в Канаде, так же, как и в Америке. Выбирают того, кто им нужен. Независимо от того, как люди проголосуют. Ни наблюдателей нет, ничего. Там, наверное, тоже карандашиками. Этого мне неизвестно. Карандашиками в Канаде отмечают, в бюллетенях. Если кто-то во Франции меня смотрит, напишите в комментариях, как проходит у вас процесс выборов президента. Вот. Тут вот, смотрите. Хоть заборчик такой нормальненький. А то я уже, знаете, я привык по этой Америке. Едешь, там вот эти все заборы деревянные, я как-то вам показывал. Просто тупо из досок. Тут хоть как-то так немножко облагорожено. Ну, дома как дома обычные. Такое же дерьмище, как везде, как у меня. Но про это я даже уже не говорю. Как бы тут уже мои зрители знают. Еще эти дома построены. Я уже сколько показывал и по стройкам ходил. И действительно, канадские и американские города, вот смотришь на них, ну вот как бы село селом. То есть, то кроме, кроме центра с высокими домами, все остальное одноэтажное. Ну, не одноэтажное, неправильно я сказал. Ну, там двухэтажные дома. Ну, в общем, низкие. Нету никаких многоквартирных, таких, как вот мы привыкли. Город. Город, это значит, там девятиэтажки, там двенадцатиэтажки, шестнадцатиэтажки. Не знаю, там двадцати четырехэтажки. Ну, пятиэтажки на худой конец. Нет. Тут все низенькое. Ладно, тут ничего интересного. После замены... После замены этого аэрбэга проедемся дальше. Ну, замену аэрбэга я вам показывать не буду. Я думаю, что основная масса людей это неинтересно. Да, не факт, что я даже и стоять там рядом буду. Так что после замены проедем по городу. С починкой трейлера, к сожалению, вышел облом. Я перезвонил всем, кто... Ну, в Google, кто... Как мне Google показал, какие компании могут, какие гаражи могут починить трейлера. На самом деле, их тут всего-навсего три. Может быть, конечно, есть еще кто-то, но то, что мне Google показал, я всем перезвонил, и никто сегодня не может этого сделать. Поэтому я не знаю. Либо надо это делать завтра утром, либо же... Либо же просто я так доеду до... до Монреаля. С Монреаля потом в Торонто. И в Торонто там поменяют на... на ярде компании. Тут мы вот сделаем такой хитрожопый маневр. Едем мы с вами в центр. Едем мы с вами в центр. Я поставил в GPS прямо центр Калгари. Ну и посмотрим, как выглядит центр Калгари. А, о! Смотрите, я не знаю. Вам, конечно, не видно. Это я уж точно знаю, потому что камера не может видеть так, как видят мои зоркие глаза. Но впереди я вижу горы. Горные вершины в снегу. И горы мне нравятся. В Монреале гор нет. А тут вот горы видно. Клево. И, наверное, тут на лыжах тоже сто процентов есть какие-то такие трассы, места, где можно на лыжах кататься. У нас тоже есть. И Сансовер есть такая. Такой как бы горнолыжный курорт. Ну вот. очень крутой есть называется, как он называется? Монтреблан. Я вам там тоже как-то показывал, снимал. Но из Монреаля то гор не видно таких. А это я люблю. Это мне нравится. Так что в принципе как я уже сказал несколько раз. Калгари мне действительно самые самые хорошие впечатления оказал на меня. И я думаю слышал я что еще и Ванкувер классный. Ну так чисто визуально. Но Ванкувер очень дорогой. Просто пипец какой дорогой. Там раза в два в три дороже недвижимость чем в Торонто. А в Торонто там недвижимость миллиона по полтора и выше. Поэтому это минус. О! Перед нами стоит фанат Калгари Флеймс. Видите красный номер и значок хоккейной компании Калгари Флеймс. ехать нам с вами до центра всего-навсего 14 минут и я не знаю я думаю в принципе я могу вам показать может я конечно что-то сокращу потом во время монтажа чтобы это было более динамично да скорее всего ну снимать буду у себя для себя буду снимать одним куском мало ли пропущу что-то интересное хаттап повезли это джакузи которая на улице устанавливается зимой очень хорошо в ней где-то минус 5 вообще идеально сидишь так в теплой воде вода где-то 40 градусов сидишь а потом раз и в снег это вы видели я показывал у меня дома стоит такая и в снегу я потом валялся ванкувер я пока не поеду перестроиться ванкувер я пока не поеду там надо ехать по горам и там пока еще 100% лежит снег и там такая дорога тяжелая там надо где-то кентров 5 в час ехать по серпантину и цепи надевать когда уже точно будет весна и там тоже в горах будет весна тогда я возьму туда груз съезжу а пока не хочу мне и так хватает приключений особенно в этой моей поездке даст бог назад вернуться по-человечески вчера ехал хотел вам поснимать ветряки я вам говорил уже я проезжал вам показывал ветряки совсем близко думал какие-то эффектные кадры такие с ветряками сделать дроном я имею ввиду дрон поднять к ветряку подлететь конечно есть сумасшедшая идея не знаю вот пролететь так сквозь лопасти но у меня дрон конечно не очень дорогой не ну он не дешевый просто бывают дроны там две тысячи семь тысяч двенадцать тысяч у меня где-то долларов шестьсот семьсот но все равно жалко это надо какие-то есть дроны такие малявочки которые которыми снимают ну в общем они там крутятся там мертвые петли делают залетают там какие-то дырки между ну вот забор например с правой стороны между решетками забора типа вот этот дрон может пролететь он малюпусенький такой таким дроном точно можно а мой все-таки это не для этого поэтому жалковато а то буду потом делать видос после как как разбился мой дрон не не надо так вот хотел я поснимать эти ветряки и хотел я поснимать нефтяные насосы да даже уже вышел но был очень сильный ветер ну прям совсем сильный я решил отложить это для других каких-то лучших времен может я буду возвращаться и ветра такого не будет так ну где город 11 минут ехать честно говоря я даже не вижу небоскребы небоскребы где небоскребы какая-то свалка пипец просто не успел я наверное повернуть камеру ну ладно свалка свалки как конечно я вчера в винипеге проезжал там тоже была свалка там ветра сильные там с этой свалки какие-то кульки там везде но я уже тоже не стал снимать чеш одно одни недостатки снимать давайте чуть-чуть поищем что-нибудь красивое недостатков тут дохрена но надо хоть как-то быть более-менее объективным не только что на недостатках сосредотачиваться да я не сосредотачиваюсь просто бросается в глаза не ну что вот так вот едешь и вот такой вот забор вот как сейчас вот этот слева то есть справа вот такой вот забор и весь залеплен кульками потому что там дальше свалка и вот это ветер это все вот это в кульках ну а что мне надо сказать что это клево красиво хай-тек дизайнерское решение нет это погано выглядит ладно я вам как-нибудь еще покажу ай-яй-яй так где небоскребы блин ага на второй хай-вей понял ну да тут недалеко сейчас повернем на хай-вей направо ну и там раз-два короче 8 минут ехать одни казино вот тут справа казино одни казино вообще кто в эти казино ходит кому оно нужно ходить только бабки просаживать ни разу в жизни не был в казино но я знаю людей которые просадили там состояние миллионы я лично знаю такого долбоё дятла это болезнь это наверное только больные могут туда ходить может раз разве что единственное если я как-нибудь попаду в лас-вегас ну я не знаю куплю там фишек долларов на 50 всего лишь и хотя бы раз в жизни вот на 50 баксов я мне не жалко будет эти деньги проиграть поставлю в рулетку сыграя но не более того больше 50 бакинских я не отдал бы я вообще человек не азартный покер играть я не умею дергать автомат эти однорукого однорукого бандита мне не интересно абсолютно я помню у меня друг был в Харькове и там вот есть в парк горького и в парке горького стояли такие такие автоматы я не знаю как объяснить но там бросаешь деньги такие как монетки жетоны эти жетоны где-то падают и там такая штука она вперед назад вперед назад двигается в зависимости от того как тебе повезет как упадет твоя монетка вот эта штука может подвинуть кучу монеток поближе ну и теоретически эта куча может обвалиться и упасть и упасть там и ты можешь там что-то выиграть ну я помню где-то монетки 5 монеток где-то я так кинул так просто а товарищ мой блин он не мог остановиться просадил все деньги которые у него были кошмар есть люди вот они такие азартные наверное для таких казино и строят что мы ночевать с вами будем в даунтауне на траке там встанем где-нибудь в живописном месте на траке будем ночевать да нет наверное в даунтауне это конечно борзота вообще туда на траке борзота gps показывает у меня gps для траков gps показывает что доехать я могу ну и хорошо и доедем значит теперь хотел кричал это релиза стр и 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 Небоскребов-то я не вижу Две минуты осталось ехать А где небоскребы? Алло Не, ну тут тоже Мы видим Спальный район Тоже хорошо Автобусы какие-то Я не понял, он что, с ума сошел? Твою дивизию Да ну нафиг, не Я поеду прямо Потому что он меня здесь сейчас Ведет Сюда Нет, поедем прямо Так, где Где небоскребы? Алло Так, ребята Надо будет посмотреть Ошибочка Ну ничего, тут тоже Мы проехали Это тоже Это тоже, тоже интересно Небоскребы Небоскребы сейчас найдем Летом тут, наверное, нормально Так, но мне и сейчас нравится Куда я голову не кручу Небоскребов я не вижу Реально надо разбираться Где они Так, там вроде у нас Какая-то парковая зона Куль-де-Сак Там Как это называется? Как это по-русски Ну когда проезда нет Тупик Ага, тупик Первый тупик коммунизма Развернемся Развернемся И поедем назад Ну, в общем Тут я уже сделаю паузу Потому что Здесь вы уже видели И будем искать центр Я здесь пока стану И поищу центр На этот раз я уже Написал Даунтаун Точно проверил Едем мы с вами В самый центр 20 километров Но Кто живет в Калгари Вы мне скажите Что это за район? Вот где я сейчас Проехал Хороший это Дорогой район Недорогой Сейчас вот мы пересекаем Квинсленд Драйв И Кэньон Мидоу Драйв Какой-то ребенок погиб Кто-то сбил машиной Может мы с вами Действительно Хороший район Посетили Фиг его знает Я всегда езжу Знаете Ну вот Как попадет Честно слово Я никогда Не выбираю Вот это Район Похуже Поедем туда Нет Как получается Так я и еду Это сейчас у меня есть Свободное время Целый день Я могу тут прям Покататься Но обычно Я проезжаю Вот как мне Как мне удобно Так я и проезжаю Вон там уже Небоскребы видны Дороги Так себе Вот честно Вот что я не поймаю Трудно сделать В Канаде Нормальные дороги Ну даже Как-то уже Надоело О них говорить Ну как О них можно Не говорить Если они Херовые Неужели Трудно сделать Дорогая То есть Богатая Провинция Нефть тут Как я ржал В прошлом Репортаже Она тут Прямо Из воздуха Грузовик Ее Втягивает Ну не верю я Что нет возможности Да Я знаю Там Перепады Температуры Блин Но Не надо мне Рассказывать Что он На протяжении Уже Ста лет Не придумали Ничего другого Кроме Асфальта Да даже Этот асфальт Вот они Кладут Линию Полосу Вот сейчас Видите Штрихпунктирная Где идет Вот там Вот Там стык И там Всегда Разрушаться Начинает Асфальт Они изначально Делают Эти стыки Для того Чтобы С этих стыков Потом Все разрушалось Ладно Не хочу Об этом Продолжение следует 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 В сто раз лучше Чем Нью-Йорк В сто раз лучше Чем Вашингтон Филадельфия Бостон И так далее В сто раз лучше Чем любой Американский город Продолжение следует Так Куда здесь Куда здесь Сюда Ну сюда Так сюда Сейчас арестуют нас С вами Скажет Ты куда Я скажу Руссо-туриста Облика морали Руссо-туриста Руссо-журналист Блогер Путин послал Опыт Опыт Городостроения Перенимать Собянин Интересуется Как у Вас здесь Все построено Так Ну что Вроде Мы везде Проезжаем С вами Вроде Мы с вами Везде Проезжаем Так Не туда Извиняюсь Сделаем Мы так Это же все-таки Небоскребы Тут Надо и вверх Смотреть Небоскребы 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok